Древние карьеры существуют во многих местах Земли. Один из самых огромных – это западный барай в Камбодже, сейчас там водоем. Но в основном это каменоломни или древнеримские карьеры. Чтобы официальная история признавала места древних и к тому же гигантских выработок там, где густонаселенных культур со множеством городов не проживало, такого не наблюдается. В заметке одной из групп, посвященных альтернативной истории, показаны координата места. Это чуть севернее реки Енисей в Туве. Казалось бы, ну что тут такого? Горная гряда поворачивает, ну пусть и на 90 градусов. Игра природы ничего необычного. Но северо-западнее видна еще одна площадка прямоугольной формы. Такое впечатление, что горы чем-то срезали, вели выработки, так как они представляли для кого-то когда-то интерес. Смотрим это место на карте. Размер выработки 14 на 12 километров, размер прямоугольного аппендикса 3,3 на 2,8 километра. Геофизиком Николаем Андреевым, который владеет авторской технологией дистанционного зондирования по космоснимкам, найдено и потом подтверждено не одно такое рудное тело или источник воды. Оказывается, он уже знает про это место и охарактеризовал его так. Синими линиями оконтурены очаги внедрения глубинных флюидов, которые и сформировали здесь несколько месторождений. Линеями фиолетового цвета обозначены углеводородные залежи. Контуры рудных тел указаны линиями оранжевого цвета. Линеями золотистого цвета показаны контуры ливиальных россыпей и шлейфов первичных россыпей золота. Более детально здесь показано лишь одно месторождение. Все остальные очаги имеют набор точно таких же элементов. Здесь в пределах расчищенной площади, включая аппендикс в северо-западном углу, группа из пяти больших сульфидных рудных месторождений. Работы по расчистке этой площади вели в конце 15 века. Но какой-то глобальный катаклизм, случившийся в это время, помешал завершить этот грандиозный для нас проект, который для той погибшей тогда античной цивилизации был рядовым делом. Если не вдаваться в обдумывание масштабов переработанной породы и принять эту информацию, то кто мог произвести такие гигантские выработки, кто здесь проживал? Ну, наверное, жители Тартарии, скажет тот, кто знаком с темами альтернативной истории. Но и в современной истории есть масса народов – это скифы и их потомки, Андроновская, Афанасьевская, Таштыбская и другая культуры. От них остались артефакты и их можно посмотреть в местных музеях Юго-Сибири. Долина царей в Туве имеет сотни раскопанных, разграбленных и нетронутых курганов, где-то производят раскопки до сих пор. Особо много было раскопок в 19-м и 20-х веках. Только в кургане Арджане-2 было найдено 20 килограмм золотых украшений, 9300 золотых монет и огромное число золотых бусин. Одна часть украшений находится в музее Тывы в город Кызыл, другая в Эрмитаже. Итак, вопрос, как могли кочевники, это по представлениям историков, заниматься такой глобальной переработкой руды и масштабной добычей золота? Посмотрите на их уровень мастерства и их ювелирные изделия. Он на уровне современных, а нам постоянно говорят, что прошлые культуры и цивилизации были технологически отсталыми. Возможно, частично технологии были кустарные, как у нас в деревнях, однако отсталыми их назвать нельзя. Неудивительно, что скифы знали и такое элементарное устройство, как насос, и тогда горы можно было размывать с помощью устройства, которое мы называем гидромонитор. Река Енисей рядом качай-подавай в горы, а если горы были еще молодые, часть пород не слежалась и не окаменела, то размывать их можно в огромных объемах. Кстати, древние римляне знали эту технологию, но историки говорят, что они использовали воды озера среди холмов. А этот римский золотоносный карьер называется Лас Медулас, находится в Испании. По масштабам это также похоже как раз на работу гидромониторов. Очевидно, что скифы были далеко не кочевниками или не только кочевниками. Видимо, это и были жители одной из провинций так называемой Тартарии. И судя по объему найденных бронзовых изделий, а конкретно топоров, они были искусные металлурги, а не только ювелиры. Прислали ссылку на интересную находку, сделанную наблюдательным и умеющим задавать нужные вопросы человекам. Десятки лет загадочный артефакт наблюдают местные жители, но никто не задает вопрос, что это такое. Информация от автора находки. Вчера пошел гулять я с собакой в новые места, а именно территория заброшенной небольшой шахты, заброшена с развалом СССР. И возле здания шахты повсюду валяются вот такие вот каменные валы. Диаметр не меньше двух метров, материал точно не бетон, похоже на песчаник. Некоторые камни имеют меньшее по диаметру навершие, усеянное зубчиками разного вида, как у шестеренок. Другие валы имеют пропил на манер катушки, где тоже угадываются волнообразные зубья со странными рисунками. Камни явно были созданы даже не при советской власти, а еще раньше. Природное происхождение я исключаю. Сколько им может быть лет? Каким образом их сделали? Кто их сделал? Для каких целей изготовили? Какой инструмент в теории вообще способен на такую обработку камня? Как их доставили на эту поляну? Чем вообще можно их было перевести? Первая мысль – каменные диски – это заготовки для жерновов местной, но уже давно не существовавшей водяной мельницы, складированной стопкой, и что-то не позволило их довести до готовых изделий. Или это каменное колесо для телеги, когда молотили урожай, уложенный по окружности, по типу вот такого. Вроде логично, но выдает эти камни слоистость по мягким прожилкам, которых монолит быстро разрушился, и сделать это он мог, проработав совсем непродолжительное время, распался бы на диске. Еще предположение. Здесь в начале 20 века точно были две паровые мельницы крупного помола и иные производства, в том числе производство обожженной извести, которое нужно было перед обжигом чем-то измельчить. Об этом говорит и информация из исторического описания этого места. Масштаб инфраструктуры при добыче угля в начале 20 века рудник президент франко-русского общества. Но если рассмотреть детально эти дисковые камни, то мы увидим. Что за фигурная шапочка с неким орнаментом сбоку от каменных дисков и почему внутри один сегмент среди этой слоистости не обломлен и имеет ровные цилиндрические формы, но меньшего диаметра? На них тоже видны следы от чего-то с четкой последовательностью, как у шестерни. Так сделано явно специально, но зачем? Возможно, это были действительно некие шестерни для придания большей силы трения приводным ремням на мельнице, чтобы они не проскальзывали. А большие в диаметре камни – это для повышения угловой скорости вращения всей этой конструкции. Металл был дорогой, находчивые владельцы мельничного хозяйства, скорее всего, извести, использовали эти камни. Причем их инерция позволяла сгладить нагрузки на паровые машины или водяной привод при попадании под мельницу крупных или твердых камней извести. Дешево и эффективно, не нужен трех-пятикратный запас по мощности парового двигателя и мощности течения реки. Но тогда как вырезали этот каменный цилиндр? Почему он сделан явно из цельного куска породы, но не гранита? Гранитный валун еще доставить нужно и долго обрабатывать их, наверное, использовали для рабочей части мельницы. В комментариях сделали предположение, если здесь есть угольные шахты, то до пластов чем-то бурили. Делали проходку для спуска шахтеров и подъема угля. Шахтам также нужны вентиляционные стволы, в пластах много метана и других взрывоопасных газов. Бурили оборудованием, напоминающим чем-то современное алмазное бурение, коронками с образованием керна, только в разы большего размера. В Википедии кто-то вписал, что именно керны диаметром 3 метра остались 60-х годов 20 века. Это керны от проведения вентствола. Если поискать фотографии заброшенных угольных шахт в этих местах Донбасса, то находим пример. В ствол установлены бетонные кольца и чем-то заштукатурены. Вероятно, гидроизоляция на цементной основе есть такие и в наше время. Вот еще наблюдение. Видно, что камень отштукатурен каким-то красным составом. Геополимерный гранит для большей износа стойкости – это чтобы ремни не так быстро стирали эти огромные маховики и примитивные шкивы. Но это как версия. Тогда делаем вывод. Или это рецепт искусственного камня, который был известен еще в 60-х годах 20 века. Или они более древние. А неправильная форма крупных маховиков говорит, что они были нужны лишь для инерции. Дисбаланс при медленном вращении не так сказывается. Биения на вал не будет. В общем, промежуточный вывод такой. Пробурили ствол скважины, это было в начале 20 века. А керн использовали для механизмов мельницы, как повышающие вращение маховик через ременную передачу с огромной инерцией, для которых не нужен мощный привод. И вот для примера – современные колонковые буры большого диаметра. Технологически такие могли изготовить в начале 20 века. Диск из прочного металла, буры по периметру и привод на паровую машину, а подъем лебедкой с приводом тоже от парового двигателя. В материале следы горнопроходческой техники на стенах древнего высокогорного карьеры в Японии были показаны странные следы на стенах древней каменоломни на полуострове Босса в Японии. Они идентичны следам на стенах в пещерах и гротах Лангью в Китае, которые тоже являются рукотворными. Следы похожи на следы современной горнопроходческой техники, например, в шахтах по добыче соли. Давайте посмотрим еще на две каменоломни в Японии, про которые не знают даже местные жители, и подумать, каким инструментом или оборудованием могли оставить такие следы в камне. Обе каменоломни находятся на юге полуострова Идзу. Первая – подземная крепость или каменоломня Маруяма. У глаза сразу бросаются многоуровневые выработки со странными следами в виде полос, внутри которых видны борозды елочкой. Есть аналогии. Подобные следы можно увидеть в современных подземных шахтах, где добывают соль. В них борозды и полосы оставляют горнопроходческое оборудование. Но такие же следы видны и в узких проходах каменоломни. Как оборудование работало в таких условиях? Оно что, было небольшим в размерах и компактным или даже ручным? Видно, что полосы на стенах имеют некий радиус. При ручной добыче камня примитивным инструментом такие повторяющиеся полосы определенной ширины оставлять нет смысла, да и не получится. Современное горнопроходческое оборудование при добыче соли измельчает породы до щебня и камней. Если в прошлом это же делали в этой каменоломне, то зачем понадобился щебень, да еще при добыче таким способом? Да и неужели склона горы поближе к городу не нашлось? Зачем нужно было забираться внутрь горы именно сюда? Часть выработки завалена крупными камнями. Есть информация, что разработка в каменоломне велась в 18-19 веках и даже до середины 20 века. А вообще сложенные остатки выглядят как завал, специально сделанный, чтобы оградить интересующихся от прохода вглубь выработок. Можно предположить, что здесь не добывали камень, а добывали пластичную породу, из которой формировали блоки для стен дворцов. Порода каменела от углекислого газа, воздуха, но не быстро. Этот эффект присутствует даже в современных бетонах на основе портландцемента. Древние знали, что гора – это выдавленная пластичная масса из земли во время тектонической катастрофы. Ее поверхность окаменела и представляла собой скорлупу, а вот внутри все еще были пластичные породы, разве что может быть слегка рыхлая, как подсохшая глина. Вероятно, добывали эту породу в виде массы и мелких камней, потом на месте ее трамбовали в формы или сразу в опалубке вкладки, как мы видим в полигональной кладке в перу. Блоки каменели, превращаясь в обычный камень. И по-другому превращение каменной породы в щебень не объяснить, так как горнопроходческая техника измельчает породу, а не вырезает блоки. Прямоугольных следов от вырезания блоков на стенах и сводах каменоломни не наблюдается. А вот другая каменоломня на полуострове Идзу находится рядом с пляжами Юмигахама. И тут мы видим все то же самое. Это принцип выработки породы с узким проходом к самой каменоломне. Те же следы и борозды на стенах. Сначала можно подумать, что это один и тот же объект, но потом, рассмотрев фотографии, находим отличия. Японцы до всяких ограничений на перемещение были одной из самых путешествующих наций. Однако, как мы видим, в их стране есть не менее интересные места, чем общеизвестные достопримечательности. Их стоило бы изучать хотя бы на любительском уровне. Субтитры создавал DimaTorzok